началась зима а зима на юге это сезон дождей и в это время обычно река псих губс выходит из берегов и подтапливает все что находится на берегу частные дома или даже многоквартирные дома сегодня я с высоты многоэтажки хочу показать горы которые окружают наш город но из-за дождя горы как бы в тумане тем не менее их хорошо видно это горы северного кавказского хребта конечно это горы больше уже похожи на холмы тем не менее это горы западной части северного кавказа наш город лежит у подножия этих холмов гор так и называется предгорье кавказа мы живем как бы на границе у подножия гор то есть город лежит в предгорье а дальше в сторону краснодара уже идет равнина город зажат с одной стороны горами а с другой рекой псих губс а с гор стекают многочисленные ручьи и здесь они называются ереками так вот все эти ереки бегут между улиц и стекают в реку псих губс которая течет через весь город эти ереки в дождливую погоду переполняются а может даже замусориваются всякими ветками и палками от деревьев от лес от лесных деревьев и дома которые стоят около ереков около реки естественно они будут потапливаться прямо около ерека ручья горного или же около горной реки это опасно у нас в городе строго отслеживается подъем реки так как известно что все горные реки во время сильных дождей резко поднимаются и наш психопс поднимается где-то метров на два на два с половиной так вот горные реки выходят из берегов затапливая все низинки таким вот поводкам это давно известно местным жителям которые опасались селиться вблизи реки низинку нашей реки в районе напротив ж.д. станции это в основном улице пономаренко и туда дальше к саратовской подтапливала регулярно почему же город вырос именно в этом месте давайте вспомним немного истории в 1864 году была открыта первая водолечебница а до этого просто каждое лето у открытых источников собирался народ съезжались люди из окрестных аулов больные принимали ванны и самодельных маленьких ямах но поселение еще не было а в 1862 году российский император подписал указ о заселении западной части северного кавказа этот указ давал переселенцам право бесплатного приобретения участков а также выдавалось денежное пособие плюс возможность использовать при строительстве домов природный строительный материал глину камень песок лес так начиналось заселение горячего ключа с открытия целебной воды и разрешение заселения этих мест поначалу было всего несколько улиц псикупская михайловская это ныне ленина и поперечная примечательно что улицы эти были не у самой реки люди понимали чем грозит горная река и старались строить дома подальше от берега реки времена меняются коренные жители как жили так и живут а вот приезжие люди не понимая опасности подтопления облюбовали берег реки когда река выходит из берегов то такие дома оказываются в воде и это касается не только частных домов но и домов многоквартирных которые построены на берегу реки вода щадяще заходит на участке в крайнем случае топит подвал у кого он есть гаражи в основном здесь строят дома без подвалов видимо из-за близости грунтовых вод и вообще река выйдя из берегов подтапливает и подвалы и гаражи а это значит сырость плесень грибок мошки комары так что никогда не селитесь на берегу горной реки она бывает очень опасной хоть и красивой улица ленина в горячем ключе вот хоть сколько будет идти дождь но эту улицу никогда не топит ну вот посмотрите о чем я вам и хочу сказать вот такая вот наша горная река еще вчера буквально она была прозрачная по колено воды сегодня идут дожди и вот она такая поэтому селиться на берегу горной реки я вам не советую те кто будет переезжать наш город имейте это ввиду на берегу ангары енисея или волги может быть и безопасно селиться на берегу реки но у нас на берегу горной реки селиться нельзя она выходит часто из берегов и подтапливает дома